Ребята, всем привет! Хочется сказать доброе утро, но оно у нас не очень доброе с такой погодой, с какашкой полной, всё серое, туман затянута, дождь, короче, как всегда. Буду вам жаловаться вечно на погоду, вон Дэзи только что кушала. Ой, печально, печально, где наше солнце, где наши светлые дни, небо всё серое, погода всё серое, настроение от этого не очень хорошее, хочется хотя бы какой-то ясности. Но вы сами понимаете, да, когда солнышко, когда ярко всё, то и настроение яркое, так и дома, серо, темно, и настроение какое-то такое унылое. И темнеет рано, и встаёшь темно, и потом ложишься темно, и, короче, как крот живёшь, поэтому, да, это, конечно, расстраивает немножко. Ну, сегодня у нас как-то вообще похолодало, капец, холодно-холодно. Роза моя красотка, смотрите, листик вырос новый, я так понимаю, что она здесь принялась, растёт, это круто. Ну, и орхидейки вам свои покажу, здесь уже бутоны, скоро будут цвести, это моя белая, я, кстати, поменяла их местами, да, потому что так какая-то очень широкая, толстая, не знаю, кто её поставить, у нас подоконники вот эти вот узкие, да, это вот как вставили в самом начале, да, когда сдавалась квартира, и окна вот эти вот деревянные, они, конечно, уже вообще никакие, здесь нужно менять по большому счёту всё. И подоконники эти узкие, и вот, смотрите, орхидея разрослась, я даже не могу её нормально поставить, вот стоит, прям свисает, но здесь вот тоже всё растёт, здесь тоже, кстати, смотрите, уже маленькие почки тоже будут цвести, такая будет бордовая, вообще разрослась, боже, я ей не нарадуюсь, каждый раз, мне кажется, вам показываю, хвастаюсь тут своей орхидеей, но у меня действительно это впервые в жизни, и я никакой уход не меняла, так как поливала и поливаю с крана, ничего в них не добавляла, а она вон какая и детку пустила, и сколько стволов, если здесь бы ещё не сломали, было бы вообще супер, да, 4 ветки, вообще обалденно. Вот это наша агава растёт, агава это такое тропическое растение, кстати, про него прочитала, что оно очень полезное, из него делают настойки, там и для здоровья, и для всего, чего хочешь, много чего лечит, можете посчитать, но оно меня реально бесит, напрягает, оно очень колючее, растёт вот такая вот какая-то растопырка, да, ни туда, ни сюда, здесь ещё вон детки у него есть, с той стороны, ну как-то, я не знаю, мне не нравится, не дай бог, как-то согнёшься, колешься, вот это вот прям как вот, как иголка, да, вот эти колючки, особенно на конце вообще очень такие, не дай бог, глазом сюда, это, конечно, будет ужасно, я не знаю, да даже так, настоял раньше на балконе, я вешала одежду, ногой дотронешься, всё, колется ужасно, а то настоит здесь, я не знаю, что с ним делать, и выкинуть жалко, и кому-то надо дать, наверное, попробую его выставить на продажу, может быть, кто-нибудь заберёт, я раньше продавала цветы, выставляла на куфор, сейчас у меня цветы вообще все напрягают и бесят, я устала от них, не хочу ничего, но вот этот вот вообще какой-то, его, наверное, нужно пересаживать в другой горшок, чтобы он был такой более красивый, у кого, кстати, дом, то там будет лучше смотреться, да, всё-таки в квартире, не знаю, что его садить, и горшок другой не хочется покупать, мне на него тратить, ну, в общем, вот, попробую его продать, вдруг кому-то надо, он уже большой, причём с детками, посмотрю по цене и выставлю, у меня вот с этой погоды опять почему-то горло начало, не знаю, как-то себя не очень хорошо чувствовать, полощу вот этим вот средством, да, хлоркиксидин, я думаю, что многие про него знают, взяла такую большую бутыль, конечно, оно противное-противное, но я вот, наверное, за три раза его уже почти использовала, это с учётом того, что я разбавляю 50 на 50 с водой, всё равно он такой отвратительный, но довольно действенный, часто его советуют, да, и стоит оно там недорого, есть поменьше бутылочки, будет ещё дешевле, вот такая вот полоскалка, сейчас меня она очень хорошо выручает, вот в такой вот период, да, когда эти все простудные заболевания, то вот можно в качестве профилактики, если где-то что-то там схватило вас, да, полоскать, тут, кстати, оно для много чего, тут и можно им обрабатывать какие-то раны, и, видите, полоскать горло, и вот у меня танзелит, меня тоже им часто промывают, короче, такое интересное, большой спектр действий, можно про него почитать, и вот видите, я тут всё дополоскала уже, ну а здесь наши витамины, да, сейчас тоже пьём активно всё постоянно, вот эти, тут вот тоже всё уже почти заканчивается, вот такие вот прям чёрные, остались на остатки, вот ещё две коробочки стоят, тоже пьём, это Юрина мама, у нас спонсор, нам поставляет витамины, я даже, честно, не знаю, что там для чего, как бы я не вникаю, она сама нам привозит, и вот у нас постоянно на этой полочке вы можете наблюдать разные вот такие вот баночки, то те, то эти, постоянно какие-то разные, ну и состав у них, в принципе, тоже хороший, куча всего, ну вообще, они как в капсулах идут, просто это формат баночек, а вот это формат просто вот такие вот в блистерах этих, но они одинаковые, разный спектр действий для всего, но именно по внешнему виду они одинаковые, поэтому, кто спрашивал, какие витамины мы пьём, вот, это у нас Вижн называется, в капсулах, это Юра пьёт, кстати, вот такие вот, как коктейли от Вижн, да, то есть они тоже полезные, и для тех, кто сидит на диете, и для тех, кто занимается, тоже у нас в коробке стоят, это ваниль, а есть ещё шоколад, так, наверное, шоколада нет у нас, может быть, там ещё в коробке, вот, я тоже как-то пару раз пробовала их пить, что-то мы забываем, вот они стоят, нужно, кстати, допивать. Дальше у меня ещё вот такая вот есть стучка, тоже от Вижн, это как вот шариковый спрей, да, так, как-то мне её открыть, вот, она очень-очень пахнет, ах, такой, даже не мятый, это ментол, вот эта вот штучка помогает, если вас укачивает в дороге, либо болит голова, нужно мазать на виски, на затылочную зону, вот сюда на запястье, даже вот сюда на грудную клетку, и тогда действительно спазмы не такие сильные, пропадает боль, и вот можно, кстати, брать с собой и в дороге, да, можно так вот, знаете, просто открыть и просто нюхать, когда вас укачивает, вот такая вот штучка тоже у меня стоит, когда у меня там что-то заболит, да, то я её использую, и здесь ещё, смотрите, стоит Дезина баночка, это её такие как, ну, не витамины, это таблетки, нам как-то приписывал врач, я её вот разламываю, на такие маленькие кусочки нужно давать, одну четвёртую, кстати, срок годности у них уже закончился, но они на травках, я думаю, просто действие ослабилось, и всё, я хочу уже ей додать их все, оставшиеся, отдать, и потом уже куплю новую баночку, они такие вот против всяких нехороших болезней, против образований, против всего, что там может быть у собачек, нам доктору советовал, и мы их купили, вот они тут тоже у неё стоят, поэтому у нас такая здесь мини-небольшая аптечка, да, с нашими лекарствами, со всякими витаминками, сразу на видном месте, вот ты заходишь на кухню, оп, и сразу вот это наша полочка. Немножко покупочек вам покажу, яйца, куда же без них тесто, в последнее время подсела делать что-то из творожного, из, боже, из творожного, да, из, боже, как оно называется, из дрожжевого теста, да, из замороженного теста, делать разные вкусности, и, например, и с колбаской, и с сыром, и для пиццы, в общем, у нас это тут ходовое всегда. Сливки-ленивки я увидела на скидке, была хорошая цена, на них обожаю, вот эти вот вафельки, да, рошенокские, очень вкусные. Колбаски вот такие вот берем уже не в первый раз, называются они миланская, такая вот, в Европе-то я брала, пять штучек здесь, ой, очень вкусные. Красный кролей, да, это какая-то ограниченная серия, помню, как-то были с красной икрой, потом куда-то пропали, вот решила опять взять и пробовать. Чабату мы очень любим брать в Европе, такая мягкая, прям была еще тепленькая, класс. Вот это вот один из самых любимых наших батонов, и в качестве батона и хлеба уходит. Увидела какие-то интересные штучки, смотрите, какой-то бокс, да, с клубникой, здесь вот как мармеладки, да, вот такие вот. Вот, большая, кстати, упаковка, 225 грамм, и были на скидке 50%, 2,50, по-моему, или 2,60, стоили, думаю, блин, надо взять попробовать, очень интересные. И взяла себе бальзам, у меня закончился для волос. Попробуем вот этот наш белорусский, не знаю, почему у меня рука к нему потянулась. Кто пробовал, напишите, как вам. Для всех типов волос я взяла интенсивное увлажнение, укрепляет и усиливает блеск, ультрапитательное. Ну, посмотрим, 250 мл, в принципе, бутылёк такой удобный, мне нравится, но как он будет на деле работать, проверим. Пришла мне посылка с Алиэкспресс, я уже открыла. Это чехол на телефон, я все чехлы заказываю с Алиэкспресс. И вот мой очередной, такой жёлтенький. Я думала, он будет, кстати, поярче, он прям такой какой-то, ну, не сильно яркий. Тут даже почти вот надпись просвечивается, но подошёл идеально, хорошо сел, жёлтое на жёлтом, такой, не знаю. Будет создавать хорошее яркое настроение, да, в нашу пасмурную погоду. Ну, такой обычный чехольчик. Хороший силиконовый, ссылочку оставлю под видео. И в телеграм-канале, я постоянно там оставляю, захотите, смотрите. Он такой вот, обычный, стоил вообще, по-моему, доллар или около доллара, да, копейки какие-то. Вот это, конечно, по такой вот, попрочнее, да, наверное, чехол, я скажу. Здесь там прям такой бархатный с подкладкой, но этот ничем не хуже. Он, правда, потоньше, но сидит хорошо. Там несколько цветов есть. Я всегда чехлы покупаю на Алиэкспресс, потому что у нас цены, блин, в 5 раз дороже. Так вот такой вот, желтопузенький. Сейчас у меня телефончик будет, оп. Готовлю кое-что вкусненькое и с вами, конечно же, делюсь этим простым рецептом. Нам понадобится куриное филе. Я разрезаю её на несколько таких тоненьких кусочков. И дальше мы всё это будем отбивать. Для того, чтобы брызги не летели у нас по всей кухне, я беру обычный целлофановый пакет, ложу сверху на мясо и начинаю отбивать хорошо каждый кусочек. Главное не переборщить, иначе вот мясо будет просто разваливаться. Всё хорошенечко отбиваем. Каждый кусочек у меня здесь как раз получилось на целый противень. Готовить мы будем не просто филе, а филе с ананасом. Поэтому нам понадобится, собственно, сам ананас. У меня кольца ананаса, но также можно использовать кусочки. Здесь не принципиально. Ну, кольца, наверное, более удобно. Я разрезала на половинки и ещё раз на половинки, потому что ананас сам по себе толстый, ну, чтобы его много не было. Разрезаем. И сейчас мы будем просто ложить сверху это на мясо. Предварительно, естественно, нужно посолить, поперчить. Я обожаю красную паприку сладкую, поэтому её тоже добавляю. Можно добавить свои какие-то любимые специи, приправки. И вот так вот сверху я начинаю выкладывать наш ананас по нескольким кусочкам. Дальше нам нужно сделать такую вот сверху шапку. Натираем сыр на мелкой тёрке, мне нравится больше. Можно на крупной. Ну, я почему-то люблю больше на мелкой. Два яйца использую и немножко майонеза. Можно, кстати, заменить там сметаной или йогуртом, если вы боитесь, что будет сильно жирно. И просто сверху всё это наше дело закрываем сыром. Отправляем в духовку. И вот такая вот красота, вкуснота. Посмотрите, какое всё румяное, жёлтенькое. А главное, нежное мясо, вкусное, сочное получается. Грустно? Угу. Погода скучная? Угу. Ненавижу это. Полгода в году вот такая вот погода. Начинает с осени, зима такая. И ещё, может, начало, если надо будет, ну, то есть, даже больше, чем полгода. Встаёшь в темном. Пасмурно-серое. Ложишься в темном. Пасмурно-серое. Ещё такое в темноте. Уже днём свет горит. Конечно, напрягает. Я не знаю, как. В Питере, наверное, всегда такая погода, но как-то, не знаю, может, люди привыкают. Хотя, когда мы ездили летом, была нормальная погода. Ну, на улице относительно не холодно здесь из градусов. Поэтому и туман. Ну. Мороз. Тот момент, когда Лиля сказала, что эту пасту не ест. Уже полбанки нет. Это не я, кстати, съела. Я ещё, знаете, что решила себе сделать? Ага. Печенье в ход пойдёт. Вот этот вот крекер, он немножко солёненький, да. Мне нравилось его с творогом есть, и я решила, что-то припёрла, прям захотелось забатать себе вот такие вот, типа, сладкие сэндвичи. Здесь печенюшка. Посредине у нас это масло, и сверху тоже печенюшка. Блин, безумно вкусно, не знаю. Вот прям захотелось. Я вообще не фанат вот таких вот паст. Но тут прямо что-то вообще нашло. И знаю, паста как паста, кстати, нормально. Я их особо не ем никогда, не пробовала. Например, сравнить с этой. Вот с нутеллой, да, то не знаю даже. А так, в принципе, на вкус нормальная. Постоит дома. Я её храню в холодильнике. Постоит, потом становится вообще такая какая-то жидкая, очень пластичная. Но нормальненькая. Так что вот у меня такой перекус с щайком вкусный, сладенький.